Я хочу сказать спасибо своей команде за то, что мы не расслабились и выиграли этот матч. Выиграли почему? Потому что были все вместе как команда и никто не жальничал в этой игре. Это чувствовалось, двигали мяч, вот как бы залог этого успеха. Ну и все боролись. Проанализуй вообще эту серию. 2-2 в ней, очень тяжело. Подніпрометская команда делала дома на выезде. Твоя большая серия в этой серии и пятый матч. Ну что я могу сказать? Выиграли, пятый матч и все. Мы дома проиграли за сезон всего лишь три игры. Одна из них в Черкассе. Ничего. Спасибо. Спасибо за с нами. Нитров Белый тренер на баскетбольном клубе Дипром. По адресу ваших комментах сегодняшнего? Ну, самое тяжелое, что нам нужно было сделать в этой серии, это вернуть команду там, где она была. После химика то ли большой перерыв сказался на нас, то есть нам нужно было 10 дней что-то делать с командой. И, может быть, так как мы тренировались, может, нужно было что-то поменять. То есть, может, неправильно был выбран стиль тренировок, но я, честно говоря, просто решил удержать команду в том тонусе, в котором мы были, а не нагружать их сильнее, а потом вытягивать после нагрузок. То есть я побоялся, что будут травмированы, и мы решили просто ритмично проводить тренировки в течение 10 дней. И, наверное, это сказалось на том, что мы потеряли все-таки свою игру. И три игры до этого, ну, это были не мы. Это были не мы, у нас была плохая защита, у нас было отвратительное нападение, мы очень плохо двигали мяч, мы не боролись. Как-то мы решили, что нам все упадет в руки. Сегодня была совершенно другая игра, и сегодня просто команда вернулась в то состояние, в котором мы были целый сезон. Вот, я очень этому рад, и доволен, что ребята все-таки перешагнули через себя, заставили себя делать то, что они должны делать. Вот, и по сегодняшней игре, хотя и подбор мы все равно проиграли на своем щите, но мы не отдали спорных мячей. То есть то, что вчера-позавчера мы выигрывали вроде подбор, но спорные мячи, которые лежали, мы не взяли. Сегодня мы старались забирать все мячи, и у нас сложилась эта рубля, да, очень хорошая защита. Получили и быстрые прорывы, и раннее нападение играло хорошо, и трехочковые попадали, потому что хорошо двигали мяч. Сегодня команда вернулась в свое нормальное состояние. Спасибо большое. Спасибо. Папа Андрей, две коммунтации. Что хочешь сказать. Проиграли игру, очень обидно. Настраивались, хотели выиграть. Вели... Ну, половину играли хорошо. Третью четверть абсолютно провалили, там, по-моему, что рывок там 10-0 или 12-0, уже не помню. Дали очень много забить легких бросков. Сами прежде всего сбились на индивидуальную игру, на дальние броски. Они не попали, и они подобрали, убежали, забили легкие броски. Вот и в этом, как бы, мы проиграли. Они сделали задел, и это 10 очков, как бы, до конца игры и сохранился. И решающая пятая игра, в виде этого матча, насколько сложно будет психологически, там, вернуться на бойболь? Ну, изначально, да, в нас никто не верил, что будет пять игр, и все думали, что будет 3-0. Мы готовились к этой встрече и хотели выиграть ее, но мы еще не закончили. Психологически будет тяжело, наверное, потому что в Днепре играть всегда тяжело. Они выиграли, как бы, сейчас вроде как на подъеме, но, как мы с ребятами в раздевалке поговорили сейчас, то есть никто руки не собирается опускать и просто отдавать игру, зная, что мы едем туда, и будет там тяжело, там, и все такое. Я говорю, нет, мы так не думаем, будем стараться выиграть игру и завоевать медали. Спасибо. Дмитрий Митро, если не может получать «Черкайский маупа», каковы вы данные на ваш анализ сегодняшнего матча? Ну, во-первых, очень, конечно, хотелось сегодня выиграть. Не скажу, что был недонастрой, наоборот, наверное, перегорели, может быть, даже немножко ребята, потому что мы сегодня допускали ошибки, прежде всего в защите. Я сейчас не говорю про нападения, прежде всего в защите, которые не позволяли себе две предыдущие игры, которые, я думаю, и определяли наше преимущество в предыдущих двух играх. Сегодня хотели, ну, скажем так, каким-то нахрапом, что ли, взять и забыли о том, что мы играем с одной из самых сильных команд лиги, с обладателем Кубка и так далее. И что победы были благодаря, прежде всего, четким дисциплинированным действиям. Сегодня, к сожалению, допускали эти мелкие ошибки, которыми Днепропетровск каждый раз пользовался. Вот. В третьей четверти был провал. Провал был связан с тем, что, скажем так, не до конца выполнили эту установку, которая была, да, хотели мы сыграть немножко агрессивнее вместо этого. Почему-то сбились на дальние броски и пришлось брать два таймаута в третьей четверти. Я, в принципе, практически никогда этого не делаю, но пришлось пожертвовать двумя таймаутами, чтобы к концу третьей четверти, наконец-то, добиться там, вот только в концовочке вот эти 11 очков мы забили там в конце, за две минуты третьей четверти. Вот. Когда девять минут просто, просто выпали из игры, и я думаю, что эти девять минут и решили исход, исход всей встречи. Вот. Не будем обыскать руки. Да, тяжело будет, я уверен, играть Днепропетровске, но с этой командой, играть везде тяжело. И сегодняшняя игра показала, как и предыдущие восемь игр, вот мы сейчас будем с ними играть десяток. Посмотрим, кто в ней будет сильнее. Едем, бороться. У нас было перед сегодняшней игрой, да, две попытки завоевать бронзу. Первой мы не воспользовались. Попытаемся воспользоваться второй Днепропетровским. Спасибо.